За прошедшую неделю в Саратове был успешно реализован уникальный международный русско-американский проект по записи аудиодиска, в который вошли сочинения все ночного бдения Божественной Литургии Павла Чеснокова. Об этом наш специальный репортаж. Молебен в Саратовской православной духовной семинарии перед началом масштабного проекта. Поет мужской хор из 42-х человек. Это вокалисты хора Московского подворья Свято-Троицкой Сергеевы Лавры, хора Русского Американского Музыкального Института имени Патриарха Тихона и архиерейского мужского хора Саратовской епархии. Эти коллективы осуществят студийную запись песнопений все ночного бдения и Божественной Литургии Павла Григорьевича Чеснокова. Управляет сводным хором художественный руководитель проекта по записи диска, регент хора Московского подворья Троицы Сергеевой Лавры, один из основателей Русско-Американского музыкального института имени Патриарха Тихона, преподаватель Московской государственной консерватории Владимир Александрович Горбик. И вот первая репетиция. Хористам предстоит огромный труд, плотный график, с раннего утра расписан каждый час, долгие репетиции и звукозапись. Регент Владимир Александрович Горбик в 1996 году возглавил братский хор Московского подворья Троицы Сергеевой Лавры. По благословению настоятелей романаха Лонгина, ныне митрополита Саратовского и Ольского. В мае 2000 года хор стал дипломантом 19-го международного фестиваля церковной музыки в Польше, а регент Владимир Горбик – лауреатом первой дирижерской премии этого фестиваля. В 2013 году Горбик выступил одним из создателей Русско-Американского музыкального института имени Патриарха Тихона. Здесь профессиональная подготовка регентов и певчих церковных хоров православных храмов Северной Америки ведется дистанционно. Студенты Патрам собираются для участия в мастер-классах и концертных программах. Основателями Патрам являются также жители Америки супружеская чета Лукьяновых. Возникла такая идея, чтобы помочь американцам развивать церковное пение. Это так, что для певцов и тоже для дирижеров. И так получилось, что метаполит Лонген это благословил. И он очень всегда следит, как продвигаются дела у нас. И у него поддержка большая к этому стремлению. У нас была такая идея создать CD с тем, чтобы показать, как музыка Чезнакова должна звучать. Особенно в Америке, где ее исполняют, я бы сказал, правильно, по нотам, но не в смысле молитвенности. Многие прибывшие в Саратов американцы – потомки русских эмигрантов, сохранившие русский язык, культуру и веру. Мы основали музыкальное издательство, чтобы издавать, переиздавать русскую хоровую музыку, классику и духовную музыку, и светскую музыку в таком виде, чтобы она стала доступна для нерусских исполнителей. За последние два года премия Грэмми по лучшему хоровому исполнительству была получена американскими хорами, которые пели по нашим изданиям. В проекте Владимир участвует в качестве хориста и несказанно рад, что ему такая возможность предоставилась. На спевке вчера Владимир Александрович выразил такую мысль, что многие из вас в таком хоре еще никогда не пели. И это действительно правда. Это хор колоссальных возможностей, колоссального таланта. Здесь звук просто превосходит все ожидания. А 2 и 3 июля у саратовцев была возможность услышать пение сводного хора на богослужениях в Покровском храме Саратова. Когда возникла вот эта идея записать мужской хор, мы долго над этим работали, примерно полгода уточняли певцов, кто будет в него входить в этот состав. Могу сказать вам, что собраны лучшие певцы из Северной Америки, из России. Ну, конечно, много сложностей. Вот, допустим, сугубо моя работа, когда я выбираю певцов, вот, в частности, американских певцов, как мне выбрать, а не за океаном. Они присылали мне записи. Полный репертуар они присылали мне в виде своих записей. Голосом записывают там на iPhone или другую технику и присылают мне. И я отсеял целый ряд певцов. То есть был конкурс. Вот, московских певцов, допустим, я знал, там особого конкурса не нужно было устраивать, я просто знал, к кому обратиться. Немножко переживал за саратовских певцов, потому что я их не знаю. Но, вы знаете, я в полном восторге от их работы. И Александр Геннадьевич Занорин, который с ними все это дело подготовил, мне нижайший поклон. За всеночным бдением и литургией пел также хор Покровского храма. Возглавил богослужение митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Как отметит после службы владыка Лонгин, певчие Покровского храма спели замечательно, не испугавшись такого могучего соседства. Песня. Песня. Если попытаться облечь словесную форму впечатление от пения великолепного сводного хора, то в первую очередь хочется отметить, что это плотная, мощная звуковая волна и превосходное исполнение от тончайшего пианиссима до полнозвучного форта. Стоит сказать, что в церковной музыке предельно кричащего форта быть не должно, так как это отвлекает от молитвы. Поэтому верхняя граница динамического диапазона должна очень тонко контролироваться. И это, безусловно, удается и регенту Владимиру Горбику, и самим хористам. Песня. Песня. Благодаря такому большому количеству вокалистов появляется возможность цепного дыхания. То есть певчие берут дыхание по очереди, и звук не прерывается. Отсюда довольно длительные аккорды, и эта звуковая атмосфера передает ощущение вечности и бесконечности бытия. Вчера вечером и сегодня на богослужении в нашем храме пел замечательный мужской хор, русско-американский. Я сердечно благодарю всех участников проекта, которые собрались здесь в Саратове для того, чтобы записать диск произведений выдающегося русского церковного композитора Павла Григорьевича Чеснокова, произведений, которые звучали сегодня на богослужении. После долгих репетиций не менее длительный и сложный процесс звукозаписи. КОНЕЦ СЛАМАМ ВИШКИХАНВАЙ СЕМЕР ПОМИЛУИ НАС Мы не вместе вместе с этой баррелью. Запись производит звукозаписывающая компания Sound Mirror из США. Звукорежиссер Блантон Алспа, обладатель премии Грэмми за лучшую классическую звукозапись в 2012 году. За техническую сторону процесса отвечают Джон Ньютон и Серафим Ханиш. Блантон во время записи держит под контролем многое. В частности, баланс между партиями певцов смотрит за тем, как удерживается тональность, следит за чистотой звука. Микрофоны очень чувствительные, улавливают малейшие шорохи. Владыка Лонгин жил и следит за реализацией всех этапов проекта, посещает репетиции, присутствует на записи. Процесс записи – это, пожалуй, самый сложный процесс из всех возможных в исполнительской деятельности. Другими словами, проще спеть концерт в каком-то смысле, чем хорошо спеть запись. Поэтому мы работаем над качеством постоянно, каждую минуту. Качество становится все лучше и лучше, и это радует. И вот окончание проекта. 6 июля в Саратовской православной духовной семинарии пресс-конференция по итогам записи аудиодиска. Все было не просто неплохо, не просто хорошо, а в исключительной степени хорошо. То есть я очень доволен. Работа над аудиодиском будет проводиться еще в течение полугода. Монтаж будет осуществляться в Бостоне. Там находится компания «Саунд Миррор». Как они будут реализовываться, эти диски? Где мы их сможем ремонтировать? Мы еще не решили это. Мы сейчас выбираем партнера. То, что в Америке называется «лэйбл». Так что мы когда выберем лэйбл, это те, которые будут для нас распространять диск. Так что, конечно, сюда пошлем определенную сумму для епархии. То, что епархия сможет продавать, раздавать. Но в смысле мирового рынка мы сейчас еще ищем и, в общем, решаем, кто будет наш окончательный партнер. Блантон Алспа отметил, что хористам за столь короткий срок удалось достигнуть удивительной слаженности и проникновенности исполнения. Организаторы проекта сообщили, что после завершения записи диска работа со сводным русско-американским хором не закончится. И выразили надежду посетить Саратов еще раз. Это была последняя тема выпуска. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания.